Решение задач по теме электроемкость, электроемкость плоского конденсатора, энергия электростатического поля конденсатора. Вопросы для самопроверки. Что представляет собой конденсатор? Каково его назначение? Какую физическую величину называют электроемкостью конденсатора? В каких единицах ее измеряют? От чего зависит электроемкость плоского конденсатора? Как можно рассчитать энергию электростатического поля заряженного конденсатора? Если вы знаете ответы на поставленные вопросы, вы готовы к решению задачи. Пример 1 Электроемкость плоского воздушного конденсатора С равно 54 пикофарада. Определите расстояние между его обкладками, если площадь их перекрытия С равно 300 см квадратных. Записываем условия задачи, переводим в единицы СИ. Запишем формулу для расчета электрической емкости плоского конденсатора. Из этой формулы выразим расстояние между обкладками конденсатора D. Так как диэлектрическая проницаемость воздуха равна единице, ее можно исключить из формулы. Подставляем численные значения в расчетную формулу, проводим вычисления. В результате вычислений видим, что расстояние между обкладками пластин конденсатора составляет 0,49 м. Данную величину удобнее выразить в миллиметрах. Окончательный ответ D равно 4,9 мм. Пример 2. Обкладки плоского конденсатора площадью S равной 100 см квадратных каждая расположены на расстоянии D равном 2,0 мм. Пространство между ними заполнено слюдой, диэлектрическая проницаемость которой ε равна 6,0 мм. Определите заряд конденсатора, есть ли напряжение между его обкладками U равно 3,0 кВт. Записываем условия задачи, делаем переводы в единице SI. Далее записываем формулу для расчета емкости плоского конденсатора. Электрическую емкость конденсатора можно выразить также через заряд на его обкладках и напряжение между обкладками C равно Q, деленное на U. Приравняем правые части записанных формул. Из полученного уравнения выразим электрический заряд пластин конденсатора. Далее подставим численное значение в полученную формулу. После расчетов запишем 79,7 на 10 в минус восьмой степени кулона. Этот ответ очень удобно записать в микрокулонах. Окончательный ответ. Заряд равен 0,8 микрокулон. Пример 3. Пылинка, масса и заряд которой M равно 1 на 10 в минус в 12 степени кг и Q равно 4,9 на 10 в минус в 16 степени кулона, соответственно, находятся в вакууме в состоянии покоя между горизонтально расположенными обкладками плоского конденсатора. Определите напряжение между обкладками конденсатора, если расстояние между ними D равно 5 мм. Записываем условия задачи. Переводим в единицы SI. Пылинка между обкладками конденсатора может находиться в покое тогда, когда действующие на нее силы компенсируются. В нашем случае компенсируется сила тяжести и кулоновская сила. Со стороны электрического поля на частицу действует сила, равная произведению заряда на напряженность поля между пластинами F равно Q умножить на E. Поскольку пылинка в равновесии, мы можем записать Q умноженное на E равно M умноженное на G. Выразим напряженность электрического поля E через напряжение между обкладками конденсатора U и расстояние между ними D. В результате несложных преобразований получаем формулу Q умноженное на U деленное на D равно произведению M на G. Из полученного уравнения выразим напряжение между обкладками конденсатора U. U равно произведение M, G и D деленное на заряд Q. После подстановки численных значений в полученное уравнение мы приходим к ответу напряжение между обкладками конденсатора U равно 100 В или 0,1 кВ. Записываем ответ задачи. U равно 0,1 кВ. Пример 4. На рисунке представлен график зависимости напряжения между обкладками конденсатора от модуля заряда на них. Определите электроемкость конденсатора. Согласно условию задачи нам известна зависимость напряжения от заряда на обкладках конденсатора. Пользуясь данным графиком нам необходимо определить электрическую емкость конденсатора. График показывает, что напряжение зависит прямо пропорционально от заряда на обкладках конденсатора. Для расчетов электрической емкости конденсатора воспользуемся формулой С равно Q деленное на U. Для подстановки чисел в данную формулу мы можем взять любую точку на графике. Самой удобной точкой является точка А, поскольку при любом ином выборе напряжение и заряд будут определены с большой погрешностью. Опустив перпендикуляры на оси графика от точки А, мы видим, что заряд 15 на 10 в минус 8 кулона, а напряжение 30 вольт. Разделив полученные значения, получаем ответ. Электрическая емкость конденсатора составляет 0,5 на 10 в минус 8 степени фарада. Удобно также записывать в нанофарадах. Ответ 5 нанофарад. Пример 5 Модуль напряженности однородного электростатического поля между обкладками плоского воздушного конденсатора Е равно 200 кВт, деленных на метр. Определите расстояние между обкладками, если площадь их перекрытия S равна 100 см2, а энергия электростатического поля конденсатора W равна 35,4 мкж. Записываем сокращенные условия задачи, делаем необходимые переводы в SI. Энергию конденсатора можно определить согласно формуле W равно СУ в квадрате, зеленое на 2. Напряжение на обкладках конденсатора можно выразить через напряженность электрического поля и расстояние между этими обкладками. У равно Е умноженное на Д. Распишем также электрическую емкость плоского конденсатора. Учтем, что диэлектрик между пластинами воздух. Далее напряжение и электрическую емкость конденсатора подставляем в формулы для энергии и делаем необходимые преобразования. Из полученного уравнения выразим расстояние между вкладками конденсатора D. Подставляем в формулу численные значения. После расчетов получаем D равно 0,02 метра или 2 сантиметра. Таким образом, окончательно запишем D равно 2 сантиметра. Пример 6. Конденсатор, электроемкость которого C равно 21 микрофарада, а напряжение между обкладками O равно 1,2 кВт, разрядили через резистор, погруженный в сосуд с водой. Определите изменение температуры воды в сосуде, если ее масса M равно 0,12 кг. Теплоемкостями резистора и сосуда пренебречь. Записываем сокращенное условие задачи. При этом емкость конденсатора переводим из микрофарад в фарады, а напряжение между обкладками конденсатора из кВт в вольт. Согласно условию задачи, вся энергия конденсатора переходит в тепловую энергию. Записываем формулы для расчета энергии конденсатора, а также для количества теплоты. Приравниваем правые части данных выражений. Из последнего уравнения выразим Δt. В расчетную формулу подставляем численные значения из условия задачи. Оказывается, что вода нагреется очень незначительно, всего лишь на 0,03 градуса. Таким образом, ответ задачи Δt равно 0,03 градуса Цельсия. Рекомендуемое домашнее задание Упражнение 17 Задачи 3 и 5 А также Упражнение 18 Задачи 3 и 4 Рекомендуемое домашнее задание. Упражнение 17 Задачи 3 и 4 Бул�